Стрельба в центре Харькова. Этой ночью неизвестный открыл огонь по зданию горсовета. Тяжело ранен сотрудник муниципальной охраны и убит 29-летний патрульный, который приехал по вызову. Все подробности узнаем от Светланы Шикеры. С половину первого ночи полицейские получили сразу два вызова. Один от водителя иномарки. Машина остановилась у светофора. Неизвестный с тротуара открыл по ней огонь. Было пошкоджено заднее крыло транспортного засоба, а также автомобильный скат. В автомобиле находились две дорослые люди и сзади маленькая дитина. Второй звонок от охранников горсовета. Доносившиеся с улицы выстрелы они приняли за взрывы петард. Открыли двери, чтобы посмотреть, кто хулиганит. Навстречу шел вооруженный человек и стрелял. Одного охранника тяжело ранил. Двое других успели убежать. Через открытые двери нападающий зашел в горсовет. Начал искать других охранников. Бегал и стрелял в темноте на первом и втором этажах. Никого не нашел. Верс спустился вниз. Здесь его уже ждали копы. На этих кадрах хорошо видно, как мужчина, спустившись в холл, стреляет, перезаряжает, перелезает через турникет, идет к выходу, прячется от полицейских за углом. Затем быстро выходит, перешагивая через тяжело раненого охранника и ведя стрельбу по копам. Были отриманы вогнепальные поранения, вказанным полицейским. При выходе на улицу и пытаясь втекти в биг площади Конституции, он был поранен другим полицейским и остался на месте. Нападающий умер на месте. Раненых охранника и полицейского увезла скорая. Полицейский, к сожалению, был доставлен фактически в состоянии клинической смерти и спасти его не удалось. Охранник горсовета, он в тяжелом состоянии, сейчас находится операция завершена, и он находится в отделении интенсивной терапии для пациентов с политравмой. Состояние его по-прежнему тяжелое, близко к критическому, он на искусственной вентиляции легких. Личность нападавшего пока не установили. Ему около 50 лет, пришел с двумя светошумовыми пистолетами, переделанными в боевые. При себе имел пять магазинов, на месте нашли 26 гильз, никаких требований не выдвигал. В его крови уже посмертно эксперты обнаружили 2,4 промилля алкоголя. Это достаточно сильное опьянение. У следствия три версии. Убивство выполнено на основе особенных неприязнений до местной рады, або до охраны структуры, которая совершила охрану админбудинку. Можливое привернение внимания к своей личности с метою каких-то требований. На приспущенных флагах у здания нацполиции траурные ленты. Погибшему инспектору патрульной полиции Дмитрию Кириенко было 29 лет. В Харьков он приехал из Донецкой области. Это была очень внимательная человек. Осталась дружина 1991 года, Анна Кириенко. Это невеликая дочь, ей почти два года, Николь. В мэрии сегодня вставляют разбитые окна. Послезавтра сессия горсовета. После того, что произошло, действительно встанет вопрос о том, чтобы пересмотреть условия охраны и как это должно происходить. Семье погибшего полицейского в мэрии выделили 100 тысяч гривен помощи. А сотрудники горсовета сдают кровь для своего раненого коллеги.